Светлана Анатольевна Проценко продолжает разговор о таргетном лечении злокачественных опухолей щитовидной железы. В частности, разговор пойдет о лечении медулярного рака. Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги. Актуальность лечения больных с медулярным раком щитовидной железы на сегодняшний день не вызывает сомнений, особенно в нашей аудитории. Несмотря на то, что многие зарубежные исследователи называют это орфанным заболеванием, 3-5% всего доли пациентов среди всех больных раком щитовидной железы, но неуклонный рост заболеваемости. И сегодня вот уже звучало, еще будет звучать, что болеют в основном люди работоспособного возраста в среднем, то есть люди, которые могут, если им актуально помочь, они могут жить и приносить пользу обществу. К сожалению, у половины больных при первичном обследовании выявляется уже распространенный процесс, либо локально распространенный, либо метастатический. То есть эти больные нуждаются в лекарственном лечении. Как правило, течение заболевания агрессивное. В редких случаях бывает, протекает оно достаточно благоприятно. И помочь этим пациентам на сегодняшний день мы можем только вот с помощью химиотерапии, эффективность которой, к сожалению, невелика. Она максимально достигает 30%. И учитывая, что цитостатики имеют определенную токсичность, то вызывают сомнения, что в некоторых конкретных случаях, как поступать. И вот в последнем, таким образом, все это ведет к тому, что нужно искать какие-то новые пути, создавать новые препараты, искать мишени. И вот в последнем руководстве под редакцией Натальи Иннокентий-Переводчиковой написана такая фраза, что изучение молекулярной биологии рака щитовидной железы выявляет все большее количество мишеней, что может обеспечить прорыв в лечении этих пациентов. И как мы видим, вот на сегодняшний день, да, действительно, появляются препараты, о которых мы раньше и не знали, и не слышали. Они используются, например, Никсавар. Он используется в настоящее время и является стандартом лечения больных раком почки. И вдруг вот такой вот прорыв в лечении рака щитовидной железы. Значит, мы должны иметь какие-то определенные мишени, на которые, если на которые подействуем, мы получим клинический эффект. И на сегодняшний день, вот сегодня очень была прекрасная лекция у Евгения Наумовича, он очень хорошо рассказывал об этих мишенях. То есть, конечно, это протеин киназа РЭД, это, конечно, рецепторы эндотелиального фактора роста, это, конечно, ИДЖФР, МЕД. То есть, это те вот отправные точки, воздействия на которых мы воздействуем на пролиферацию клетки, на миграцию, инвазию, но в конечном итоге на жизнь опухолевой клетки. И таким образом можем достичь определенного момента. И на сегодняшний день появляются препараты для лечения больных вот с медулярной карциномой щитовидной железы. И, как видите, в первых рядах звучит такой препарат вендотениб. Уже следующий есть препарат кавазонтиниб, которого, к сожалению, в России пока у нас его нету. Либо больному нужно больному предлагать клиническое исследование. Кстати, вот несколько я была не то что удивлена, но препарат Декарбадин, наверное, мы о нем несколько забываем и не используем в тех ситуациях, когда можно им воспользоваться для лечения этой категории больных. Таким образом, в эндотениб появляется такой препарат, который имеет определенные точки. Это мультикиназный ингибитор, он воздействует на три основные точки, то есть это на эндотелиальный фактор роста, это на РЭД протеинкиназу и является ингибитором НЖФР. То есть точек приложения у него достаточно много, и все это ведет к клиническому эффекту. Появление этого препарата, регистрация этого препарата была после проведенного большого исследования, оно было двойное, слепое, рандомизированное исследование. Больных включали страдающим медулярным раком щитовидной железы. Как видите, численность может быть и не такая большая, но учитывая частоту заболеваемости, то понимаешь, какая это на самом деле огромная цифра. 300 человек, больше 300 больных. Рандомизация была в соотношении 2 к 1, часть больных получала, большая часть получала в эндотениб, а меньшая часть получала плацебо. И как и в предыдущем исследовании Decision, больные при прогрессировании процесса были расслеплены, и больные все равно получали выгоду от лечения, а не получали препарат, который был им необходим, то есть в эндотонит. Первичная точка, которая интересует практически все исследования, если вы посмотрите, не рейт-респонс, не объективный ответ, а выживаемость без прогрессирования. Конечно, было бы здорово, если бы мы могли подействовать на общую выживаемость пациентов, но это остается у нас во многих исследованиях, конечно, под большим вопросом и является чаще всего вторичной конечной точкой. Изучался и объективный ответ, контроль над заболеванием, потому что если говорить о таргетной терапии, вы, наверное, со мной согласитесь, не самое главное, чтобы опухоль уменьшилась в размерах, самое главное, чтобы был контроль за заболеванием. Даже стабилизация, длительная стабилизация заболевания с улучшением качества жизни пациентов, это то, за что мы, в общем-то, боремся в онкологии. И в этом исследовании еще в качестве вторичной конечной точки смотрелся биохимический ответ. Это уровень прокальцитанина и уровень канцерембрионального антигена. Медианное наблюдение за пациентом было достаточно большое, 24 месяца, то есть 2 года. На этой большой таблице, как видите, представлена характеристика пациентов. Но следует сказать, что, в общем-то, эти группы были сопоставимы. И средний возраст, еще раз обращу ваше внимание, это был работоспособный возраст, 50-50 лет. И больные были разнообразные, были уже получавшие лекарственное лечение. Как видите, процент этих пациентов был около 40%. Больше половины пациентов имели РЭД-мутацию. И больные были с распространенной формой опухолевого процесса. То есть имели метастазы в печени, в лимфатические узлы, в легкие и в кости. И что же показало это исследование? Первое. На основании проведенного исследования было показано, что достигнуто увеличение выживаемости без прогрессирования в группе больных, которые получали в андотонив. Причем разница была достаточно большая. Это около 10 месяцев. То есть почти около года больные, получавшие препарат в андотонив, в андотонив жили дольше, без прогрессирования заболевания жили дольше. Шестимесячная беспрегрессивная выживаемость в группе плацебо составила 74% и в группе в андотонива 91%. Причем посмотрели влияние различных факторов на выживаемость без прогрессирования. И во всех случаях был выигрыш в сторону в андотонива. Если оценивать общую выживаемость пациентов, получавших в андотонив и плацебо, здесь, как в предыдущем исследовании, не получена корреляции общей выживаемости. Но, с одной стороны, да, это характеризуется тем, что больные все-таки получали препарат при прогрессировании процесса в любом случае. И второе, конечно, еще, может быть, не прошел временной интервал. И дальше, если посмотреть объективный ответ, то, как видите, в группе в андотонива объективный ответ составил 45%, контроль за заболеванием 87%. То есть преимущественное число больных получило однозначный клинический выигрыш от применения препарата. Причем у 75% больных было отмечено снижение уровня кальцитонина и снижение уровня СИА. Еще следует сказать, что в этом исследовании была проанализирована группа пациентов, имевших и не имевших мутацию. И, как вы видите, чаще всего больные отвечали, лучше больные отвечали, те, которые имели РЭД-мутацию, у них эффективность в андотонива превышала 50%. Медианная продолжительность лечения составила 90 недель для группы в андотонива и 40 недель для группы плацебо. Ввиду токсичности было прекращено лечение у 12% больных в группе в андотонива, то есть 28 больных прекратили лечение, и 3 больных прекратили лечение в группе плацебо. И если говорить о спектре токсичности, то в первую очередь хочется сказать, что, конечно, это совсем другая токсичность, она отличается у таргетных препаратов от цитостатиков. Мы не видим гематологической токсичности, ту, которую мы отмечаем на фоне ведения химиотерапии. Здесь совсем другая токсичность. Как правило, все тирозинкиназные ингибиторы имеют кожную сыпь, то есть как осложнение это кожаная сыпь, как видите, 45% больных имела сыпь, в основном это первой-второй степени. И была диарея, больше чем у половины пациентов была. Тошнота, гипертензия. Что еще сегодня показывал в своем докладе Евгений Наумович, редкая достаточно токсичность – это изменение электрокардиограммы, изменение длительности КУТЭ. То есть за этими пациентами следует наблюдать достаточно тщательно, и больных нужно все-таки, конечно, отбирать перед началом лечения. Была проанализирована токсичность третьей-четвертой степени, то есть та токсичность, которая, конечно, угрожает жизни пациентов. И, как видите, здесь нельзя сказать, что препарат абсолютно индифферентный. Да, он имеет осложнение определенно, и диарея третьей степени, третьей-четвертой степени была у 11% больных, то есть это немаленький процент. Гипертензия у 9% больных, опять же удлинение промежутка КУТЭ, слабость. То есть при любом таргетном препарате есть осложнение высокой степени, но это не должно ни в коей мере врачей подвигать к тому, чтобы они отказывались от осложнения таргетных препаратов. За больными надо следить. За больными надо следить. Нужно иметь контакт с пациентом. И при наличии первых симптомов, конечно, нужно оказывать помощь и в необходимый случай госпитализировать. И потом уже решать вопрос о том, как продолжать лечение с редуцированием дозы. И бывают случаи, когда полностью отказываемся от лечения. Но с таргетной терапией нужно, конечно, относиться на «вы» и должны заниматься лечением этих пациентов в центре, где этим умеют заниматься. Таким образом, на основании вот этого большого клинического исследования был зарегистрирован препарат в андетоним, который называют торговое название у него капрелса. Он, как я уже сказала, мультикиназный. Он единственный препарат, который у нас сейчас зарегистрирован в стране для лечения больных с медулярным раком. Это таблетки. Таблетки, причем с определенной гравировкой, на которой написано Z300. Они по 300 миллиграмм, эти таблеточки. И показания. У нас все-таки сейчас мы очень обращаем внимание на показания. Несмотря на то, что мы работаем в научно-исследовательском институте, достаточно часто соприкасаемся с той ситуацией, когда назначение препарата off-label вызывает некоторые сложности с чиновниками обычно, не с докторами, конечно. Показания, те, которые зарегистрированы, это нерезиктабельные, местно распространенный или метастатический медулярный рак щитовидной железы. Принимается препарат по 300 миллиграмм в сутки, один раз, и до прогрессирования заболевания, как и все препараты, или до непереносимой токсичности. На сегодняшний день не доказана его эффективность у детей, и у пожилых такие же назначения, и не требуют специально изначальной корректировки. Ну вот так выглядит вот эта вот коробка, в которой хранятся таблетки. Вот здесь по 100 миллиграмм, а есть таблеточки и по 300 миллиграмм. Ну вот препарат, хочется сказать, что два года назад, еще три года назад, был зарегистрирован в ДИА, и только через два с половиной года был зарегистрирован у нас в стране. Все-таки, конечно, значит, появилась возможность лечения пациентов данной категории и у наших пациентов. И вот сегодня посмотрели еще раз, какие же исследования еще проходят с вандотонибом для лечения больных медулярным раком. Не так, кстати, много исследований, не так много тест-репортов, которые описаны. Ну вот испанская группа провела свое исследование, в которое включилось не так много пациентов, 22. Ну, наверное, все-таки для определенного центра это достаточно большое число. И, как вы видите, эффективность препарата, она абсолютно была сопоставима с тем вот большим исследованием, которое было проведено до этого. Единственное, на что они обратили внимание, что у них наибольшая была чистота токсичности, третья-четвертая степень, это кожная токсичность. Отмечена она у 13% больных. И хочется сказать, что в настоящее время еще проводится достаточно много исследований с вандотонибом. Причем исследования есть в первой фазе, когда подключают еще препараты, например, ингибиторы МТОР. Исследования сейчас проходят при различных локализациях солидных опухолей. То есть это говорит о том, что впоследствии, наверное, мы увидим какие-то новые результаты, и, возможно, спектр показаний вандотониба, он расширится. И хочется еще сказать, что на сегодняшний день зарегистрирован в мире и одобрен FDA еще один препарат, который называется капонцентениб. Говорю его только для того, чтобы знали доктора информацию, что есть такой препарат. Это тоже мультикиназный препарат, который воздействует на несколько точек, на рецепторы эндотелиального фактора роста, на МЕК, на РЭД. И он одобрен уже в 2012 году. Он одобрен на основании большого исследования, в которое было включено 330 пациентов. И, как видите, медиана времени до прогрессирования в три раза практически больше в группе получавших теразинкиназный ингибитор, чем в группе получавших плацебо. А токсичность одинакова. Диарея, ладонно-подошвенный синдром, и еще отмечена здесь гипокальцимия в данном препарате. И хотелось бы еще остановиться на тех принципах назначения кизназных ингибиторах при раке щитовидной железы, которые описаны в НССН. Первое, конечно, это местно распространенные метастатические формы рака щитовидной железы. Эти препараты, нужно помнить, что да, они влияют на качество жизни, они увеличивают выживаемость без прогрессирования, но не вылечивают пациентов. И назначая больному препарат, мы об этом, конечно, должны, наверное, с родственниками и сами понимать то, что мы делаем. И, конечно, это не панацея, но это прорыв однозначный. Побочные эффекты, как видите, могут достаточно серьезно влиять на качество жизни пациентов, поэтому, назначая препарат, доктор, конечно, должен об этом помнить. И история заболевания, как вы понимаете, она может быть различной не только при раке щитовидной железе, но и при других локализациях. Она может тянуться хоть несколько месяцев, а может быть прогрессирование через несколько лет. И поэтому при назначении препаратов нужно, конечно, учитывать индолентное течение заболевания или бессимптомное. И, может быть, когда нет симптомов заболевания, опухоль протекает достаточно латентно, можно не назначать, выдержаться от назначения препаратов, тем более такая как раз опция и написана в рекомендациях НССН. И, конечно, мы должны понимать, когда заболевание протекает достаточно агрессивно, тут, конечно, ожидаемая выгода, она абсолютна. И вот очень интересно, что мы не сговаривали с Сергеем Олеговичем. Я вчера вечером нашла вот это восходящее солнце в конце пути. Все-таки мы думаем, что прорыв произошел в лечении этих пациентов. И впереди есть восходящее солнце. Мы по дороге идем, может быть, медленно всего лишь по железнодорожным путям, но выход какой-то будет. Однозначно. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо. Значит, правильной дорогой мы идем одинаковые слайды. Это точно не сговаривайся. Маспас, Антон, Петербург, да. Я сфотографировал этот свет, туннель под Иркутском на Байкале. Я взяла в интернете. Спасибо большое. Светлана Анатольевна, скажите, пожалуйста, вот как специалист, у вас вообще маленькая группа больных, да, медулярный рак, это само собой, плюс еще из этой группы медулярного рака, те, которые могут получать лечение, да. У вас опыт есть, да, личный, личный, я имел в виду личный опыт. Это отделение пока в антотонии в руках не держали. Буквально на днях мы разговаривали за Мирой Ахметовной, вот она вспомнила, что два пациента есть, которые самостоятельно покупают, и есть ответ, молодые люди. А пока вот у нас, к сожалению, нет ни программы какой-либо, которая могла бы обеспечить лечение этих пациентов. Ну, надеемся, надеемся, что это будет. Может быть, мы действительно зарегистрируем данное заболевание как арфанное и как семенозология, получим препараты, хотя бы на единичных пациентов, которые молодые, которым это надо. Спасибо большое. Еще вопросы, прошу, Андрей Анатольевич. У меня буквально один вопрос. Кто должен получать данные препараты, мы худ бедно представляем и договорились. А вот кто должен вести таких пациентов, кто должен контролировать это лечение? Поскольку география наших пациентов простирается от Калининграда до Петропавловска на Камчатском, то не всегда есть возможность, даже используя такие передовые технологии, как видеоконференции и интернет-общение. То есть кто это должен называть? Может быть, проще как-то просить заинтересованно к этому отнестись наших коллег, целенаправленно занимающихся химиотерапией? Андрей Алексеевич, у нас, между прочим, в круглом столе есть такой пункт маршруты больных, маршрутизация. Это вообще очень хороший вопрос. Был бы еще лишь бы препарат, вот что главное. Но о маршрутах мы можем дополнительно поговорить. А вот, Светлана Анатольевна, по поводу вашего сообщения. Там мелькнуло две цифры. Одна говорила о том, объективный ответ 45%, а по уровню кальцитонина, ну, биохимический ответ 69%. Как вы это, это примерно то, о чем я спрашивал Елену Викторовну, просто про химиотерапию. Вот как вы можете это прокомментировать? Ведь кальцитонин не будет снижаться формально, если нет уменьшения опухолевой массы. Или я не прав? Вот что вы скажете по этому поводу? 45% и 69%. Или это опережает просто события? Это эффективность или нет, да, препарат? Я думаю, что, во-первых, здесь каких-то выводов пока еще не сделано. Это вот только в этом исследовании взяли и стали анализировать уровень кальцитонина и уровень СИА. За этим, я думаю, что последует еще научное исследование. Безусловно, конечно, не всегда, видя клинический эффект, мы видим еще биохимические изменения, те, которые хотели увидеть. Поэтому здесь, я думаю, что могут быть пока еще какие-то расхождения. Хотя, да, это вызывает на мысли, вот почему именно так выходит. Я думаю, что нужно просто анализировать. Вот мы ведь тоже, как-то, помните, с вами пациентов смотрели на их единицы. Посмотрите их на фоне лечения, что делается с биохимическим маркером. Хотя при других ситуациях, например, у ТРЭК, когда смотрим при других ситуациях, есть клинический эффект, а РЭК как оставалось, оно так и остается. Ничего с ним не делается. Есть, подумать, да, я думаю, да. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Владимир Геннадьевич. Светлана Анатольевна, Вы сделали очень интересное сообщение. Спасибо. Ну вот перед слайдом про железную дорогу Вы показали нам еще один слайд обобщающий. Скажите, пожалуйста, все, что там написано, относится ко всему формам рака щитовидной железы, дифференцированного, или только к медулярному раку? Да, это принципы назначения киназных ингибиторов при раке щитовидной железы. И в том числе ингибиторов щитовидной железы, в том числе медулярного рака. Нет, простите, медулярный рак и другие раки щитовидной железы, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Я поняла вас. А вот Вы мне расскажите про высокодифференцированные раки щитовидной железы, которые и посвящены наше контакт. Вы извините, пожалуйста, но у Светланы Анатольевны доклад был посвящен именно медулярной форме щитовидной железы. У меня только медулярный, да. И Вы задаете вопрос немножко не по адресу, тогда уж мне тогда задавайте вопрос. А зачем, когда доклад делает Светлана Анатольевна? По медулярному. Я просто... Ну, пожалуйста. Ну, что касается медулярного рака, вот это вообще особо статья. Это вообще с другого раздела онкологии. Почему с другого раздела? Потому что... Давайте поспорим. Потому что это эндокринная опухоль. Согласен. Нейроэндокринная опухоль. Можно сказать, да. Это представитель АПУД-системы. АПУД-дома, истинный АПУД-дома, да. Именно прикурс обтекин декорселейшн. Нет проблем, мы все это знаем прекрасно. А при чем здесь разные вещи? А я говорю о другом. Я говорю о раке щитовидной железы, о высокодифферентированном, который представляет собой основную группу рака щитовидной железы. Вот я поэтому и задал этот вопрос. Я не понимаю вашего вопроса ко мне. Я к вам вопрос не обращал. Вы задаете вопрос. Еще раз, конкретизируйте вопрос сейчас. Я просто спросил Светлану Анатольевну. А то, последний слайд. Можно включить последний слайд, он у меня закрыт. Последний слайд относится ко всем ракам щитовидной железы. И только к медулярному раку щитовидной железы. Светлана Анатольевна, прокомментируйте, пожалуйста. Вот и все. Я больше ничего не... Спасибо. Владимир Григорьевич, да. Спасибо за внимание, уделенное к докладу, да. И вот эти принципы, они обозначены в системе НССН для назначения киназных ингибиторов при раке щитовидной железы. Куда в эту же группу входит как раз вот. Куда входит принципы киназных ингибиторов при распространенном раке щитовидной железы. Спасибо. Вы удовлетворены или нет? Медулярный рак входит по этим рекомендациям тоже в среди рака щитовидной железы. Да, пожалуйста. Еще вопрос был, да? Прошу. Есть время. Светлана Анатольевна, как Вы считаете, вот чем можно объяснить такой высокий плацебоэффект? 13% это выше, чем многие схемы химиотерапии вообще. Не поняла, что процент? Плацебоэффект, 13% положительных ответов. Плацебоэффект? Так а больные же потом перекрещивались, может быть и так? Может быть там смешение могло быть? Я думаю, что это не так. Просто Ваше мнение вот это. А я думаю, что течение тогда заболевания. Ведь есть формы все равно, которые протекают индолентно. Опять же, вот посмотрите, когда второй слайд я показывала, если нет симптомов заболевания, можно ничего не делать. И индолентное течение. Но тут будет эффект. Не будет, не будет роста опухоли. Спасибо. Так же, как и мы видели, от плацебо ответ при дифференцированных формах. Можно включить? Начало. Вы хотели поставить слайд? Да, вот я сейчас покажу просто еще раз. Пожалуйста, чтобы снять вопросы. Следующий. А сейчас я. Вот. Вот смотрите. Вот. А симптоматическое лечение, возможно вообще наблюдение пациентов. Хотя это метастатический процесс. А при симптомах заболевания при прогрессии уже тогда назначаются препараты или таргетные препараты, или химиотерапия, клинические исследования. То есть, может быть, как раз за счет этой группы с индолентным течением и есть, и есть процент. Спасибо. Я думаю, достаточно. Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Светлана Анатольевна начала свои сообщения. Такие интересные данные, которые, в принципе, нам тоже знакомы. Это крайне редкая форма, так скажем, рака щитовидной железы. И, конечно же, еще меньше группа больных, которым показано назначение таргетного лечения. Но вот сам медулярный рак. Идея-то хорошая была, да, перевести в орфанные заболевания. Этим занялось общество специалистов по опухолям головы и шеи. Но, к сожалению, несмотря на все наши потуги, извините за выражение, да, мы письма в Минздрав и так далее с просьбой внести медулярный рак в группу орфанных заболеваний, к сожалению, не уничались успехом. Медулярный рак не ввели, пока еще не ввели, и я думаю, что не введут. А это очень решало бы очень много организационных моментов и аспектов. Мы поэтому занимаемся канцерегистом сегодня, и наши коллеги из регионов помогают нам, в частности, Санкт-Петербург, сегодня, ну, маленькая группа, но сегодня мы уже в канцерегистре имеем 580 клинических наблюдений больных медулярным раком щитовидной железы, я думаю, это есть смысл продолжить это исследование, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!